Труд на грани физических возможностей, запредельные эмоции и полная самоотдача в режиме 24 на 7. Вот три слагаемых, определяющих спортивный успех. Возможно, кто-то знает другие ингредиенты, но героиня нашей сегодняшней рубрики «История успеха» придерживается этой формулы. Кира Степанова готовится ко второй в своей жизни Олимпиаде. До старта меньше месяца, и сейчас всеми мыслями она уже в Токио. Спортсменка делает все, чтобы подойти к главному старту на пике формы. И все же у нее нашлось несколько минут на общение с нашей съемочной группой. Она рядом с мамой, как и много лет назад. На водно-спортивную базу «Олимпия» Кира Степанова впервые пришла в глубоком детстве. Как все малыши ходят к маме на работу. Только эта работа затянула девочку так, что теперь она не может и не хочет останавливаться. Это вся жизнь. Мой спорт – это вся моя жизнь. Без него я пока не представляю свое дальнейшее, что будет. Это вот такой 24 на 7. Ты постоянно спортишь, что-то делаешь. А когда его не будет, я даже не представляю. Собственно, представлять пока рано. Кира Степанова на сегодняшний день – одна из сильнейших байдарочниц страны. В этом году она снова завоевала золото чемпионата России и путевку на Олимпийские игры. И это будет уже вторая ее Олимпиада. В 2016 в Рио-де-Жанейро она стала пятой. Сейчас Кира Степанова старается беречь себя. Уже меньше, чем через месяц ей выходить на самый важный старт в жизни любого спортсмена. Самое главное сейчас на пике формы подойти к самому ответственному старту четырехлетия к Олимпийским играм в Токио. И показать уже, возможно, самый высокий результат. Она сейчас в таком хорошем возрасте. Это расцвет для греблей байда Хаканой. Но мы очень надеемся, что она в спорте еще задержится. Может быть, и надолго. У нас в мировой практике такие случаи есть. И в сорок лет спортсмены показывали очень высокие результаты, выигрывали Олимпийские игры. Я не просто горжусь, я очень горжусь ей. Но и переживаю очень много. Конечно, нерв потрачено немерено. Можно вот так сказать. Да, конечно, она всегда... Мы с ней разговариваем, когда она на сборах, мы с ней разговариваем каждый день. И о гребле, и когда ей тяжело бывает, поддерживаю. Поддерживаю, пытаюсь любыми словами. Вот. Так что у нас в этом плане, да, все хорошо. Ценит меня. Ценит. Я так понимаю. Прошлый год для спортсмена выдался крайне тяжелым. Тренироваться приходилось в основном дома на тренажерах. Летом для Киры Степановой сильнейшей спортсменки Саратовской области сделали исключение. Ей позволили выйти на воду. Только так, работая на износ, уверена она, можно добиться успеха. Наверное, успех приходит со временем. И чтобы стать успешным, нужно много работать. Постепенно, постепенно ты работаешь. Все равно ты не будешь идеальным. Ты все равно какой-то будет недочет. Поэтому ты все равно будешь работать, работать, работать. К себе большие требования предъявляете? Конечно. Чтобы стать лучше, естественно, ты каждый раз работаешь над этим. С каждым разом, чтобы быть успешнее, лучше, чтобы был прогресс, нужно всегда работать над собой. На Олимпийских играх воспитанница областной спортивной школы Олимпийского резерва Кира Степанова будет представлять нашу страну в гонках байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Анна Главчинская, Алексей Новиков, Юлия Урбанцова, Вести, Саратов.